МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это время новостей на МТВ в студии Любовь Макарова. Сегодня в Волгограде пройдет новогодний костюмированный забег. В городском детско-юношеском центре зажжется елка главы города для одаренных детей. В Краснооктябрьском районе сегодня запустят юбилейный тысячный лифт, обновленный по программе капремонта. А депутаты городской думы обсудят бюджет Волгограда на трехлетнюю перспективу. Об этом и многом другом я и мои коллеги расскажем в течение дня. А в ближайшие полчаса назовем лауреатов государственных премий в сфере культуры и архитектуры за 2022 год. Ими стали 36 волгоградцев. Узнаем, как 25-летний юбилей отметил областной кардиоцентр. Также назовем городские территории, которые благоустроят в ближайшие годы. Еще два региональных сосудистых центра появятся в регионе до конца 2024 года. Круглосуточные подразделения, где оказывают экстренную помощь пациентам с сосудистыми катастрофами, откроют в Волгоградской больнице номер 15 и Михайловской центральной районной больницы. Результаты и перспективы развития профильных медучреждений обсудили в рамках мероприятия, приуроченного к 25-летию Волгоградского областного кардиоцентра. Ежегодно в Волгоградском областном кардиоцентре проходит лечение больше 8,5 тысяч жителей региона. Здесь выполняют свыше 3 тысяч операций кардиологического и нейрохирургического профилей. Оснащение современным оборудованием позволяет применять самые передовые технологии. Оно уникально по своим технологиям, диагностическим возможностям, оперативным вмешательствам. Проводится масса оперативных вмешательств. Но самое главное, что с каждым годом наращиваются объемы оказания медицинской помощи. Совершенно нет очереди, например, по детской кардиохирургии. То есть практически с колес можно взять пациента и оказать ему помощь. Детская кардиохирургия – направление, которому уделяется сверхвысокое внимание в работе центра. Сегодня детские кардиохирурги выполняют сложнейшие оперативные вмешательства новорожденным и даже малышам с низкой массой тела. Самое главное – то количество жизней, которое мы смогли сохранить. А коллегам, конечно, мы и молодым нашим друзьям передаем весь тот опыт, который мы смогли накопить. За это время мы познакомились со всеми коллегами по всей нашей стране большой. Мы подружились. Мы представляем сейчас огромную большую семью специалистов по лечению врожденных пороков сердца. Мы обмениваемся опытом практически в режиме онлайн. В рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и национального проекта здравоохранения в 2022 году для кардиоцентра приобрели новый магнитно-резонансный томограф, аппараты УЗИ диагностики экспертного класса и аппараты искусственной вентиляции легких. За последние пять лет в учреждения внедрены новые технологии лечения больных с ишемической болезнью сердца с выполнением малоинвазивного коронарного шунтирования. Сейчас наравне с федеральными клиниками мы выполняем любые виды оперативных вмешательств как по профилю сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии. Мы осваиваем новые методики, современные методики, упорно-эндоваскулярные, на малоинвазивные методики. В этот день, праздничный день, я желаю всему коллективу, конечно же, оставаться такими, какие они есть на сегодняшний день. Потому что главное достоинство – это человеколюбие, это сочувствие, именно лечить пациента сердцем. Но главная ценность Волгоградского областного кардиоцентра – люди. Тот кадровый потенциал, который сформировался за 25 лет. Очень большой коллектив, мы друг друга знаем. Мы работаем все вместе, сплоченно. Самое первое дело – помочь, потому что заболевание с каждым годом растет все выше и выше. По случаю юбилейной даты докторам, медсестрам и сотрудникам кардиоцентра награды и благодарственные письма вручила заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева. По поручению губернатора Волгоградской области, уважаемые коллеги, передаю вам глубочайшие поздравления, признания вашего труда, вашего профессионализма. И позвольте от имени руководства администрации области поблагодарить вас, пожелать вашей команде больших успехов, нового развития, новых достижений, новых научных открытий. Потому что тот состав, который трудится сегодня в кардиоцентре, доктора наук, члены-корреспонденты, кандидаты медицинских наук, заслуженные, почетные работники системы здравоохранения – это гордость не только здравоохранения Волгоградской области, но и Российской Федерации. Создание и развитие сосудистых отделений на базе ведущих региональных клиник, а также совершенствование кардиослужбы продолжается согласно поставленным губернатором Андреем Бочаровым задачам по формированию современной пациент-ориентированной системы здравоохранения. Число региональных сосудистых центров в Волгоградской области планируют увеличить до шести. Анна Рябова, Ирина Абрамова, Андрей Кирсанов. Время новостей. Новая пожарная депо открылась в хуторе Закутском Среднеоктубинского района. Оно стало 120-м подразделением в составе региональной противопожарной службы. Под защитой опорного поста семь населенных пунктов, где проживают более четырех тысяч человек. Теперь в соответствии с задачей, поставленной губернатором Андреем Бочаровым, в регионе обеспечено стопроцентное прикрытие отдаленных территорий от огня. Новая пожарная депо будет работать в круглосуточном режиме. Специальную подготовку прошли 11 спасателей. Внутри здания оборудованы кабинеты для обучения, комнаты отдыха и приема пищи, технические и санитарные помещения. На вооружении два новых пожарных автомобиля высокой проходимости, специальное пожарно-техническое оснащение. Наводили порядок самой части, тоже там принимали участие в строительстве. Хотел объявить благодарность и своему личному составу за помощь в открытии отдельного поста. Вопросы защиты населения и инфраструктуры Волгоградской области от огня рассматривались на встречах президента России Владимира Путина с главой субъекта. Губернатор Андрей Бочаров поручил скорректировать планы работы региональных и муниципальных властей, чтобы уже к началу 2023 года обеспечить стопроцентное прикрытие территорий Волгоградской области, особенно удаленных от огня. Теперь эта задача выполнена. Все муниципальные районы и города прикрываются федеральной противопожарной группировкой, все сельские территории прикрываются именно субъектовой пожарной охраной. И в целом та программа, которая сегодня существовала и существует, позволила добиться стопроцентного прикрытия территории Волгоградской области от пожаров. В 2014 году в составе областной противопожарной службы было всего 56 пожарных депо. За прошедшие годы в муниципальных районах были открыты 64 новых подразделения, закуплены 90 пожарных автомобилей, необходимое пожарно-спасательное оборудование. Сегодня в распоряжении пожарных депо свыше 250 единиц техники общий штат сотрудников превышает 1700 человек, что вдвое больше показателя 2014 года. Пожарное депо в хуторе Закутском юбилейное, 120-е по счету. Я хотел бы пожелать команде, подразделению этого пожарного депо сухих рукавов удачи, всего самого наилучшего. А всех нас поздравить с праздником. Мы дальше будем работать, дальше будем совершенствовать и защиту территории, и защиту населения. Впереди планов много. Так продолжается реализация губернаторской программы по закупке тракторов с цистернами, помпами и навесным оборудованием для сельских поселений. Распределены уже 194 машины. Выстроено межведомственное взаимодействие, высокий уровень подготовки и регулярные совместные учения позволили добиться существенных результатов в вопросах предупреждения и ликвидации нештатных ситуаций, минимизации их последствий. Развитие существующих и новых проектов обучения волонтеров, развития инфраструктуры добрых дел. В Волгограде на базе досугового центра «Перекресток» открылся первый в городе герой Добра-центр. Его сотрудники занимаются развитием социальных и гражданских инициатив. Илья Власенко продолжит. Обучение, доступ к базе знаний, эффективных практик, обмен опытом с друзьями из других городов. Все это в задачах сотрудников Добра-центра, который открылся на базе досугового центра «Перекресток» Держинского района. Всеми знаниями они готовы делиться с волонтерами Волгограда. Открываются новые возможности для тех, кто еще не определился со своими назначениями. И мне кажется, что Добро-центр будет им очень серьезным в этом помощнике. Впервые этот центр, Добро-центр, центр открывается именно в Держинском районе. Но у нас большие планы у комитета молодежной политики, потому что в предстоящем году, в 2023-м, такие клубы должны быть открыты, клубы именно Добро-центр должны быть открыты во всех районах нашего города. Проект Добро-центры разработан на платформе добро.рф Ассоциации волонтерских центров, крупнейшего сообщества добровольческих организаций в стране. У Ассоциации большое количество ресурсных центров по всей России, собственные образовательные программы и методический центр. Мы подавали заявку, прошли конкурсный отбор. И сегодня, вы видите, открываем первый такой центр именно в молодежном центре для работы с волонтерами, для работы с добровольцами по основным направлениям молодежной политики Волгограда. У нас только в городе насчитывается свыше 50 тысяч добровольцев, которые готовы прийти на помощь в нужную минуту и оказать необходимую поддержку. В команде досугового центра Держинского района 610 волонтеров разного уровня от 14 до 35 лет, а еще серебряные волонтеры. Основные направления, которые выбрали для себя его участники – событийное, образовательное и социальное волонтерство. Добровольцы доставляли продукты и лекарства в период пандемии, помогали в программе по переходу региона на цифровое телевидение. Сейчас оказывают помощь семьям мобилизованных. Все реагируют очень положительно, потому что эта поддержка действительно очень важна населению. И пусть это даже не в виде какой-то материальной помощи, но это создание такого чувства, что ты не один, и у тебя есть плечо поддержки, такой своего рода психологической, опоры на кого-то, может быть, где-то просто поговорить, спасают в таких ситуациях. Рядом с молодыми волонтерами и совсем взрослые, с богатым жизненным опытом. Из своих 74-х Анна Васильевна Хлыбова волонтерством занимается уже 15 лет. Трудилась в Клубе пожилых людей, в Совете ветеранов Держинского района. Сейчас помогает сотрудникам пансионатов и интернатов. Свой день рождения отмечает в кругу друзей-волонтеров. Да мне вообще все интересно в жизни, особенно рядом с молодыми, творить добро. Рядом у меня сейчас внуков нет, они далеко, но они восхищаются. Муж всегда поддерживает меня, а друзья тем более, говорят, как ты так все успеваешь. А я стараюсь организовать свою работу так, чтобы все успеть. Волонтеры региона оказывают активную поддержку в реализации важных региональных проектов. Работают в пунктах гуманитарной помощи, помогают беженцам и семьям участников специальной военной операции. Я уже как волонтер около двух лет занималась разной деятельностью, ездила на многие мероприятия. Сейчас, в преддверии Нового года, мы с девочками делаем новогодние открытки для участников спецоперации. В Волгоградской области движение волонтеров развивают в рамках проекта социальная активность нацпроекта образования. Регион занял первое место по количеству организаций на платформе добро.рф и стал лидером рейтинга эффективности в сфере добровольчества в России. Активный диалог с волонтерами поддерживает губернатор Андрей Бочаров. Добровольцы становятся инициаторами и помогают в организации мероприятий федерального и регионального значения. Таких, как первый молодежный фестиваль 3-4, День Победы, День Флага, День Города и многие-многие другие. Илья Власенко, Андрей Кирсанов. Время новостей. Более трех тысяч фотографий героев Сталинградской битвы прислали жители нашей страны для проекта «Мост памяти». Организатором акции по увековечиванию имен героев Сталинградской битвы стали представители общероссийского движения «Бессмертный полк России», агентство по проведению культурно-массовых мероприятий Волгоградской области и автономной некоммерческой организации «Связь времен». Информация поступает на электронный адрес героя Сталинграда собакамайл.ру на сайт «Бессмертного полка России». Можно писать в соцсетях Всероссийского движения ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм с пометкой «Герой» – участник Сталинградской битвы. Портреты советских солдат в дни празднования 80-летия Сталинградской победы украсят город-герой. Будут использованы при создании визуального контента масштабного историко-патриотического проекта «Мост памяти». Его волгоградцы и гости города увидят 1 и 2 февраля 2023 года. Художественный руководитель проекта «Народный артист СССР» Юрий Башмет. На заседании Общественного совета при областном комитете культуры региона проект «Мост памяти» презентовали представителям ветеранских организаций. Для реализации проекта будут использовать современные средства аудиовизуального искусства. Созданы арт-объекты для повествования о мужестве, героизме защитников Сталинграда. В регионе продолжается активная подготовка к празднованию 80-летия Сталинградской победы. Указом президента РФ сформирован федеральный оргкомитет под председательством заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Региональный оргкомитет возглавляет губернатор Андрей Бочаров. Мероприятия в области синхронизированы с федеральными. Благоустройством второй очереди общественного пространства на центральной набережной от уже обновленной территории у речпорта до спуска к парку Царицинский займется компания «Стройплощадка плюс». Весной следующего года организация «Подрядчик» приведет в порядок территорию на площади 2000 квадратных метров. Рабочие замостят плитку, восстановят лестничные марши к пойме реки Царицы. Зеленую зону украсит растениями разных пород и ландшафтной подсветкой. Кроме этого, «Подрядчик» смонтирует водопровод, фонари и парковую мебель. Учитывая сложный рельеф пространства, которое включает несколько сооружений, в том числе пешеходную эстакаду и местный проезд, его обновят в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», нацпроекта «Жилье и городская среда» в несколько этапов. В этом году власти благоустроили первую очередь участка площадью 10 тысяч квадратных метров, оборудовали водопровод, освещение, высадили 660 растений и уложили газон. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году восстановили дорожное полотно на местном проезде вдоль ракадной дороги. В ходе рейтингового голосования по благоустройству общественных пространств в 2023 году продолжение реконструкции на объекте поддержали более 7 тысяч волгоградцев. Объект станет логическим продолжением уже реконструированных прогулочных зон центральной набережной. Его оформление будет гармонировать с уже созданными объектами. В рамках создания в городе-герое единого рекреационного пространства вдоль Волги уже обновили часть верхней террасы центральной набережной от улицы Краснознаменской до улицы Ковентри. В этом году открыли парк на нижней террасе. На месте заброшенных площадей созданный парк «Царицынский» и сквер Угасителя. Определен еще один подрядчик, которому предстоит выполнить реконструкцию очередного участка улицы Ангарской в Дзержинском районе. В соответствии с законом муниципальный контракт будет заключен с компанией «Сардорстрой». Трасса очень важная в плане логистики автомобильного движения и для Волгограда, и для области. Комплекс работ на проезжей части по улице Ангарской специалисты должны завершить до ноября 2025 года. Работы по расширению Ангарской стартовали в ноябре 2020 года. Компания-исполнитель расширила 860 метров в проезжей части. Этот участок дороги автомобилисты называли «бутылочным горлышком». Специалисты вынесли сети электроснабжения, связи и канализации и приступили к переустройству газопровода, монтажу ливневок. Затем подрядчик сформировал уровень новой дороги. Площадь покрытия на участке составила 13 тысяч квадратов. Новый участок дороги расширили с 7 до 16 метров. Решение транспортных проблем Ангарского, где сосредоточено большое количество социальных объектов, дает дополнительные возможности для дальнейшего развития Дзержинского района. Помимо расширения проезжей части до четырех полос, на улице Ангарской, на участке от автозаправочной станции до пересечения с шоссе авиаторов, проект предусматривает переустройство сетей, обустройство тротуаров и пандусов. Перекресток на пересечении Ангарской и авиаторов переоборудуют в круговую развязку. После реализации контракта проезжая часть станет четырехполосной на всем протяжении улицы Ангарской. Такие же работы, но в рамках другого муниципального контракта, проведут на проезде Бузулукском и улице Авторемонтной. С 2014 года в регионе удалось добиться значительного прогресса в решении задач по модернизации дорожного хозяйства. Реализованы крупные проекты, о которых мечтали многие поколения волгоградцев. Ракадная дорога вдоль Волги, тоннель на Тулака, расширение проезжей части в поселке ГЭС, в северных воротах Волгограда, продление электролесовской, дублера второй продольной, капитально отремонтировано полотно на Волжской ГЭС. Завершено строительство новой дороги в обход поселка Горьковского. Работа на масштабных значимых объектах продолжается, в их числе возведения обхода Волгограда и третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. Когда выгоднее увольняться? Почему для профилактики гриппа и ОРВИ не стоит пить антибиотики? И как изменится стоимость техосмотра в следующем году? В эфире краткий обзор самых читаемых публикаций информационного портала МТВ.Онлайн. В Волгоградской области продолжается модернизация интеллектуальной транспортной системы. На что сделали основной упор в этом году и какие планы на следующий? Что такое единый налоговый счет? Как на него перейти и какие нюансы стоит учесть? В инспекциях региона прошла акция «День открытых дверей». Расскажем подробности. Новый лесной питомник появился в Волгоградской области. Выращивать сеянцы сосны и акации будут на территории Котовского района. В Волгоградцам досрочно выплатят пенсию за январь. А в следующем году пенсии будет начислять Социальный фонд России. Он объединит пенсионный фонд и фонд социального страхования. Все подробности читайте на нашем сайте. В Волгограде каждый третий отец хотя бы раз в жизни был Дедом Морозом, а каждая третья мама играла роль. Снегурочки МТВ.онлайн приводит необычную статистику. А также, когда выгоднее увольняться до новогодних праздников или после рекомендации юристов. Почему для профилактики гриппа и ОРВИ не стоит пить антибиотики и как изменится стоимость техосмотра в следующем году? Все это и не только. Читайте на сайте МТВ.онлайн. Ежедневно их труд и талант меняют Волгоградскую область к лучшему. Ими уже гордится весь регион. На них равняются и будущие мастера творческих профессий. В Волгограде наградили лауреатов государственных премий в сфере культуры и архитектуры за 2022 год. Лучшими в шести номинациях стали 36 жителей Волгоградской области. А тех, кто посвятил свою жизнь искусству, сохранил преданность выбранной профессии и ни разу не пожалел Дарья Коломыченко. На сцене НЕТА лишь два главных героя. Русский парень Виктор и Полька Гелена. Случайно встретившись после войны, они через всю жизнь пронесут свою любовь. Трогательную, но разделенную указом партии о запрете на браке с иностранцами. Перед зрителем вихрем проносятся три десятилетия жизни героев. Их меняющиеся эмоции – не всегда сбывающиеся надежды. Речь о любимой волгоградцами постановки «Варшавская мелодия», премьера которой состоялась в 2018-м. Спектакль является неким символом, потому что это последняя работа нашего мастера, Тара Ивановича Женки Шарашвили, основателя нашего театра, нашего учителя, нашего друга. Цель любого искусства, мне кажется, донести до людей положительные эмоции, размышления о жизни, размышления о чем-то настоящем. Как они сами говорят, им уже удалось наследить в отечественной культуре. А это главная оценка их труда и большая мотивация. Заслуженную премию третьей степени в номинации «Изобразительное искусство» получила Полина Чевеленкова. Жюри отметили серию работ декоративно-прикладного искусства художника из керамики. С помощью своих произведений разных лет она попыталась ответить на вопрос, которым хоть раз в жизни задается любой человек. А с чего начинается Родина? В своих произведениях я именно это отражаю красоту нашего края, красоту нашей Родины. То есть я думаю, что Родина каждого человека начинается с красоты, с песни, с радости, со света. Я в этой профессии уже 30 лет. И мне, конечно, очень приятно, что мой труд получил признание на таком высоком уровне. Гордость, гордость, радость и огромное желание работать дальше. Известный волгоградский музыкант и композитор Валерий Турбин, не раз признававшийся в своих искренних чувствах городу-герою на Волге, получил премию за свои композиции «Сталинград. Февраль 43-го» и «Волгоград», которую смело можно назвать одной из визитных карточек современного города. Хочется действительно поблагодарить за эту высокую награду. Зрителям пообещать, что песен, по крайней мере, о нашем городе уже написано много и будет написано еще в хороших. Люди творчества, они умеют видеть прекрасное, созидать и творить только во благо. Они находят вдохновение в том, что для многих остается незамеченным. Их идеи, проекты и произведения играют ключевую роль в развитии региона и воспитании будущих поколений. Это очень важный проект, который на протяжении многих лет открывает новые имена, новые таланты и особенно подчеркивает значимость культурной жизни нашего региона. В этом году государственные премии Волгоградской области в сфере литературы, искусства, архитектуры присуждались в шести номинациях. Мы работаем в сфере культуры, это как раз вот та созидательная часть, которая и отвечает и за духовное воспитание, да, которое делает наш мир прекраснее. Результат тех людей, он просто по достоинству оценен. И мы всегда с большим, большим волнением, большую радостью ждем этого события для того, чтобы сказать людям спасибо за их труд. Главный критерий для победы остался традиционным. Достижение лауреатов, получившие значительный положительный общественный резонанс, читательский или зрительский отклик. Желание смотреть, раздумывать, может быть, о прошлом или о будущем, в каких-то страницах истории, о страницах Великой Отечественной войны, или наоборот смотреть в будущее и творить что-то для наших детей, вот за это и нужно, вот за этот талант, и нужно награждать, и нужно вручать государственные премии. Всего в Волгоградской области лауреатами госпремии в направлении культуры и искусства с 2008 года становились более 400 человек. Дарья Коломыченко, Виталий Грищенко, Время новостей. За свои достижения в 2022 году 30 мальчишек и девчонок получили подарки и благодарственные письма главы тракторозаводского района Волгограда. Поздравление даренных детей в преддверии Нового года в самом северном районе областной столицы стало доброй традицией, с каждым годом активных, неравнодушных, трудолюбивых, спортивных становится больше. Каждая из них – гордость родителей, учителей, наставников школ и района. Яркими событиями и достижениями запомнился им уходящий 2022-й. Софья Нагорная, помимо отличной учебы в школе, неустанно тренировалась и покоряла новые высоты художественной гимнастики. Я выполнила кандидат в мастера спорта. Со следующего года перехожу на мастерскую программу. Шестой год подряд в канун Нового года администрация тракторозаводского района организует прием одаренных детей. С каждым годом юных талантов все больше, а их достижения все весомее. В региональном этапе Всероссийской Олимпиады школьников отличились учащиеся лицея номер 3 и гимназии номер 13. 30 из них стали победителями и призерами регионального тура. Ребята показали себя очень прекрасными и активными людьми, и умными людьми, и переживающими людьми. Это наши ребята, которые показали себя в учебе, в спорте, в общественной жизни. И вы знаете, причем каждый год количество ребят увеличивается. Вот если в том году у нас было около 20 человек, в этом году у нас уже 30 человек. Ребят, которых мы считаем нужным и обязаны поощрить. Лучших из лучших определяли по достижениям, победам в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различного уровня, а также активном участии в общественной жизни родного района и города. Было множество мероприятий, такие как «Согреем память у сердца», как мы раздавали ленточки в честь 9 мая, всякие экологические проекты мы все это реализовывали. Я очень сильно горжусь, что я стала волонтером. То, что ты можешь открыть сердце свое людям, то, что ты можешь показать, как ты на самом деле, и ты делаешь это бескорыстно. Анна Христофорова – неоднократный победитель олимпиад различного уровня. Изучает иностранные языки, планирует стать профессиональным лингвистом или журналистом, пока не определилась. Участвую в различных фонетических конкурсах по английскому и немецкому языку. В 11-й международной учебно-практической конференции «Первые шаги» в секции лингвистика изняла первое место. Хотела поблагодарить учителей. Это учителя английского языка Дубинину Ольгу Александровну и учителя русского языка и литературы Мачей Ивановну Евгеньевну. Эти учителя работают в моей гимназии и помогают мне достигать такие большие высоты. В основе успехов юных жителей трактора Заводского района не только личные способности, но и большое трудолюбие юных дарований, а также огромная заслуга в этом их наставников. В Волгограде очень много талантливых и успешных детей, и выбрать самых-самых лучших из них всегда непросто. Екатерина Кудряшова, Ирина Абрамова и Андрей Кирсанов. Время новостей. Сегодня в православной церкви вспоминают праведную Анну и отмечают праздник зачатия. В народе этот день прозвали Анной темной или зимней и считали исключительно женским. Женщины не выходили из дома, отдыхали от домашних дел и избавлялись от того, что гнетет. Что нельзя делать 22 декабря и почему народные приметы и традиции в обзоре Алексея Ячевского. Здравствуйте! В эфире МТВ «Народный календарь» в студии Алексей Ячевский. И сейчас я расскажу вам о народных приметах, обычаях и, конечно же, праздниках. Сегодня православные чествуют Святую Анну, Мать Девы Марии, поскольку именно в этот день она зачала Богородицу. 21 и 22 декабря – это день зимнего солнцеворота по старому стилю. Самый короткий световой день в году. Но Руси приметили, что теперь солнце на лето, а зима на мороз. В старину в московском Кремле звонарный староста били челом и докладывали царю, что отсели возврат солнцу и зимы на лето. День прибывает, а ночь умаляется. День зимнего солнцестояния – один из древнейших славянских праздников. Люди отмечали завершение старого солнечного цикла и начало нового. Вселенная по поверьям предков 21 и 22 декабря перерождается, угасающая сила вновь пробуждается и обновляется. В древности, к слову, люди помогали богам, зажигая свечи и костры, подражая перерождению солнца. Селяне гасили пламя в домах и заново его добывали. Поэтому считалось, что к дню зимнего солнцеворота нужно завершить все важные незаконченные дела, отпустить обиды и страхи, оставить в прошлом проблемы. Можно смело планировать новое, вести жизнь к трансформации и загадывать вселенные желания. Ваша мечта, если она никому не несет вреда, непременно сбудется. По поверьям открываются сегодня ворота судьбы, уходит старое солнце, его можно попросить забрать отжившие проблемы и старые проекты, а также болезни, усталости, неудачи. Также в этот день женщины молились праведной Ане об избавлении от бесплодия. Беременным женщинам следует поститься и не заниматься каким-либо трудом. По поверьям нельзя поднимать с пола ножи и вилки. Предки считали, что коснувшись пола при падении, они заражаются негативной энергией. Подберите их на следующий день. Если же приборы обязательно нужно поднять, постучите три раза о землю кончиком рукоятки. Халатно относиться к здоровью сегодня запрещено. Легко одеваться, высовываться в окно, выходить на улицу без шапки. Верили, что в день зимнего солнцеворота организм уязвимее, чем обычно. Также нельзя стоять на пороге сегодня. Можете воспрепятствовать позитивным переменам. Тогда они придут позже, только на следующей неделе. В это время на Руси обращали внимание на приметы. Если на деревьях появлялся обильный иний, это предвещало хороший урожай. Смотрели также, как снег лежит у изгороди. Если вплотную, лето ждали плохое. А если просветом, урожайное. По погоде на Анну предсказывали, каким будет новогодний праздник. Если в этот день ясно, то и под Новый год выглянет солнце. Говорили также, что на зачатие волки сходятся, а после крещения разбегаются. Считалось, что в этот период хищники собираются в большие стаи и становятся особенно опасны. Кроме того, День Святой Анны считали своим праздником пчеловоды. С утра они приходили в Амшанники, где стояли ульи и читали специальный заговор на здоровье пчел и хороший сбор меда следующим летом. Ну а теперь настало время по традиции поздравить наших дорогих именинников. Александр, Анна, Василий, Владимир, Степан. От всей души поздравляем вас. На этом у меня все. Желаю вам хорошего дня. И помните, только на НТВ, несмотря на приметы и прогнозы синоптиков, всегда хорошая погода. Оставайтесь с нами и не переключайтесь. До новых встреч. Пока-пока. Пока это все новости. Больше информации на сайте mtv.online. Полная коллекция видео на Рутубе. Не пропустите главное. Подписывайтесь на наш канал в Дзене. Встретимся в эфире уже в 14.00. Сегодня в областном центре будет пасмурно. Ветер преимущественно южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров покажут от минус 2 до 3 градусов тепла. Субтитры подогнал «Симон»